Всем привет! Ну а сегодня видео будет полезно для всех тех, кому нужно как-то изменить настройки вашего диска. То есть диск ваш системный, на котором находится Windows, допустим, он у вас слишком маленький, вам нужно сделать его больше. Или, допустим, у вас только один системный диск на компьютере и других дисков вообще нет. Вам нужно будет из системного диска создать еще один диск, на который вы можете складывать любую информацию, чтобы потом, при потере Windows, вам не нужно было терять все файлы. Еще я покажу, как вы можете конвертировать диск, например, в систему GPT или MBR. То есть это важно при установке на старых компьютерах MBR, на новых GPT. Иногда, когда вы пытаетесь установить операционную систему, у вас происходит несоответствие того самого GPT или MBR, и из-за этого вы не можете установить операционную систему. В общем, сегодня я буду показывать много нюансов о том, как вы можете изменять настройки вашего диска. И для всего этого будет использоваться реаниматор Windows, о котором я рассказывал чуть ранее. Для этого вам нужно будет просто перейти на мой канал, посмотреть это самое видео, экстренная флешка, создать эту флешку, ну и, соответственно, все далее я уже буду показывать по ней. Причем возможностей того, что я сегодня буду показывать, намного будет больше, чем просто в разделе администрирование, управление компьютером. И здесь у нас тоже есть возможность управления дисками. Здесь есть вот такое вот окошко, в котором вы можете много чего сделать, но на самом деле не все, что вообще в принципе доступно. Не все, что вам может быть понадобится. Поэтому я буду показывать именно на реаниматоре и еще и несколькими программами, чтобы вы могли использовать любую из них. Кроме того, это не обязательно делать даже через реаниматор. Эти самые программы можно скачать и установить отдельно в вашу рабочую операционную систему. Ну а я же покажу, как это делать через реаниматор, вдруг с вашим диском что-то не так. Как обычно, перезагружаем нашу операционную систему. В момент, когда ваш компьютер выключится, вам нужно будет, и будет включаться, вам нужно будет быстро клацать F11, чтобы перейти в boot меню, как в моем случае, чтобы загрузиться с той самой флешки, на которой у вас находится реаниматор. Если вы запускаете программу сразу из-под вашей Windows, то ничего этого делать, естественно, не надо. Ну и если у вас нету boot меню, то, соответственно, вы заходите в BIOS, в BIOS выбираете вашу флешку, на которой у вас есть реаниматор, и запускаете с нее. То есть в моем случае это FBIOS device. Как обычно, вы увидите сам реаниматор, выбираем десятку, у нас загружаются файлы, загружается сама операционка. Стоит немножечко подождать. Итак, реаниматор загружен. Теперь мы должны будем включить ту программу, которую мы будем сегодня использовать. Я вам покажу две программы. Первая программа это Acronis Disk Director, ее знают очень-очень-очень многие, но еще есть очень классная программа, которая называется AMA Partition Assistant. Эти две программы, они позволят нам делать с вашим диском все, что угодно, все, что вам может понадобиться, и на конкретных примерах я сейчас все это дело вам покажу. Запускаю программу Acronis Disk Director, ну и здесь мы видим все те диски, которые у меня есть. Чтобы вы понимали, у меня есть, получается, два физических диска. Это диск 1 и диск 2. Далее у меня есть флешка, это диск 3. И есть у меня четвертый диск, это базовый диск, который находится в оперативной памяти. То есть в оперативной памяти у нас находится сам реаниматор. В общем, вам не сильно нужно знать. Чаще всего у вас будет либо один диск, либо два диска, если у вас есть реально физических несколько дисков. Причем у вас на одном физическом диске может быть несколько разделов, вот таких вот, или может быть даже несколько локальных томов, локальных дисков я их называю. То есть, например, у вас может быть раздел вот такой, потом локальный диск C, потом локальный диск D, например, и может быть вот такой вот. Это тот, который используется для операционной системы Windows. В общем, сейчас не об этом. В общем, у многих есть различные проблемы, которые нужно будет порешать с помощью вот этой самой программки. Ну, во-первых, если у вас только один диск, то есть вот, допустим, у вас только один физический диск, и на нем есть только один локальный диск. Что это значит? Это значит, что у вас есть системный диск, и у вас все файлы лежат на этом самом системном диске. Почему это неудобно? Потому что если вдруг у вас накроется винда, и вам нужно будет винду переустановить, то, соответственно, вы должны будете полностью отформатировать диск C, чтобы установить заново новую чистую нормальную рабочую Windows. И если вам придется отформатировать диск C, все файлы вы с него потеряете. Поэтому в наших краях большинство делают два диска. И, в принципе, сразу хочу сказать, что двух дисков вполне себе достаточно, если у вас один физический реальный диск. То есть, если у вас уже больше самих физических дисков, то вы можете там иметь C, D, E, F и так далее. Но вот в вашем случае может быть так, что диск C. Что можно с этим диском делать? Нажимаем прямо на нем правой кнопкой, и вот здесь вот мы можем изменить размер тома. Что это значит? Это значит, что из диска C мы можем сделать два диска, например, C и D. Как это можно сделать? Тут все очень-очень-очень просто. Если мы вот так вот будем уменьшать диск, то, в принципе, мы его можем уменьшить до какого-то определенного размера. Ну вот, допустим, оставим, просто для примера показываю, оставим 40 гигабайт. Хочу сразу сказать, что если у вас только диск C, то обязательно всегда у вас должно на нем оставаться не менее 40 гигабайт свободного пространства. Если у вас этого пространства нет, то лучше диск не уменьшать, потому что у вас очень будет быстро заканчиваться место на этом диске, и, соответственно, у вас могут возникнуть проблемы. Здесь больше ничего не трогаем. То есть выбираем, сколько мы хотим оставить диска C, чтобы у нас появилось еще дополнительное незанятое место, из которого мы в дальнейшем сможем сделать локальный том D. Вот в таком формате вы выбрали, сколько у вас есть. Вот здесь написано, сколько у вас забито. Вот это вот светло-зеленым, это сколько у вас еще осталось свободного места. У меня свободного места мало. Я это прекрасно понимаю, потому что это виртуальная машина. У вас я рекомендую, чтобы свободного места оставалось не менее 40 гигабайт. Если у вас меньше, то это как раз хуже. И как раз хуже второй случай, который я сегодня буду показывать. Нажимаю кнопочку ОК. Обратите внимание, у меня вот здесь вот появилось незанятое пространство. Вот это самое незанятое пространство. Мы его выделяем. Нажимаем кнопку Создать том. Далее мы выбираем базовый том. Нажимаем кнопочку Далее. То есть ничего не трогаем. Нажимаем еще раз Далее. Сколько мы хотим занять, чтобы этот диск занимал? Мы хотим, чтобы все место занимало. То есть если мы хотим один диск сделать, второй дополнительный, то он у нас будет занимать только все пространство, которое у нас есть. Ну и вы можете здесь назначить букву. У меня уже буквы D, E, F, они уже заняты. Поэтому здесь начинается с G. Но в вашем случае, если у вас был только один диск C, то у вас, соответственно, D будет свободно. И вы можете выбрать D, у вас будет C и D. В моем случае я выбираю G, потому что предыдущие заняты. И нажимаю кнопочку Завершить. Но в данный момент, в данный момент диск еще не разбит. То есть еще ничего не произошло. Программа еще ничего не сделала. Она просто вам показывает, как это все будет выглядеть. Поэтому в самом конце вы нажимаете кнопку Применить ожидающие операции. А далее здесь нажимаете, проверяете, что у вас должно произойти. И нажимаете кнопочку Продолжить. У меня это заняло около 30 секунд времени. И обратите внимание, у меня теперь есть диск C и у меня есть теперь диск G на одном моем реальном физическом диске. Чтобы понимать, все ли нормально у меня работает после вот этой самой разбивки. И нет ли у меня никаких проблем. А я сейчас вам просто покажу и перезагружусь в операционную систему, где мы увидим вместе с вами вот этот диск и вот этот на 20. То есть на 40 гигабайт и на 19 гигабайт. Давайте просто посмотрим. Как вы видите, моя операционка загрузилась нормально. Я вот здесь нажимаю, перехожу в мой компьютер. И обратите внимание, что у меня теперь есть еще дополнительный диск на 19 гигабайт. Вот он мой бывший диск C, на котором находится операционная система. То есть вы видите, все эти диски здесь есть. Итак, мы вернулись к программе. Ну и видим, что у нас есть диск C и есть вот тот, который у нас диск G. И, соответственно, есть другой вариант, когда у людей, допустим, недостаточно на диске C памяти. Так вот, вы можете расширить вот этот самый диск C за счет памяти соседнего диска, который находится справа. Вы не можете расширить за счет того, который находится слева. Вы не можете расширить за счет того, который находится сильно правее. Если у вас на этом диске есть какие-то важные для вас файлы, обязательно вы их себе сохраняете. Куда можно сохранить файлы? На другой диск, на другую флешку, на внешний диск, в облако, куда угодно, на мобильный телефон, подумайте, включите мозги, куда вы можете сохранить ваши личные файлы, если они вам вдруг очень-очень сильно нужны, но вам также нужно место на диске C увеличить. Если вдруг у вас недостаточно места для хранения всех файлов, то есть вы уже скопировали куда, что, где могли, вы можете, например, вот этот диск разбить его еще на несколько кусочков, но я не рекомендую делать слишком много разбивок, потому что потом с диском станет работать сложно. То есть желательно не делать на одном физическом диске больше четырех разделов, поэтому я вот из этого раздела, если у вас там уже есть какие-то файлы, но вам недостаточно места на диске C, вы с этого раздела все файлы переносите, а этот раздел вы можете вот так вот нажать правой кнопкой, нажать кнопкой удалить. Нажимаем кнопочку удалить и нажимаем кнопочку окей. Опять-таки надо нажать вот здесь флажок, чтобы у нас операция была завершена, то есть мы ее выполнили. Опять вы видите незанятое пространство. Теперь только за счет вот этого незанятого пространства, которое находится первое и которое находится правее вашего диска, которому вы хотите добавить, за счет него вы можете себе уже добавить место на диске C. Вы здесь выбираете изменить размер тома. Как вы видите, здесь можно уже потянуть в эту сторону и увеличить размер тома в моем случае до 60 гиг. Ну а свободного места у меня уже будет вместо 15 будет уже походу 30. Нажимаю кнопочку окей, опять-таки нажимаю применить, нажимаю продолжить и вот таким образом я получаю локальный том C, который у меня уже нормального размера 60 гиг и у меня уже здесь 32 гигабайта свободного места. Думаю, с этим понятно. Вот из этого диска и из этого диска, вот из этого диска вы уже не можете взять место, чтобы объединить его с диском C. Но вот из этого можете, но раздел восстановления операционной системы Windows я не рекомендую удалять, хотя еще 500 мегабайт можно отсюда получить и приплюсовать сюда к диску C. Вы не можете к диску C приплюсовать, например, место, которое есть физически на другом физическом диске, то есть не на локальном, а на физическом диске, который существует. Вот, например, с диска 2 свободное место вы не можете взять, отрезать и дать его на диск C. Это невозможно. Ну и также с других дисков вы тоже не можете это сделать. Что вы можете сделать еще? Чтобы вам было максимально понятней, с каждым конкретным диском вы можете проделывать только то, что здесь есть вот в этом меню. Либо вы нажимаете прям правой кнопкой на том диске, который хотите что-то с ним сделать, и здесь вы увидите все возможные изменения, что вы можете сделать с этим самым диском. Ну вот, например, здесь вы можете изменить букву, и вы можете, например, назначить букву D, как я уже говорил, вместо C. А на системном диске я не рекомендую это делать, но, в принципе, вы это можете сделать. Вот, например, если я переключусь сюда, то у меня уже здесь будут другие возможности, которые здесь я вижу, то есть не все то, что возможно с другим диском, потому что диски разные, возможно, потому что некоторые форматы разные. Вот, например, здесь есть кнопка преобразовать, которая позволяет, например, преобразовать файловую систему из FAT32, например, в NTFS. У меня не преобразовывается, потому что это загрузочная флешка, которую я делал для реаниматора, у меня здесь только есть FAT32. Но, в принципе, на некоторых дисках можно будет делать и преобразование. Вот это вкратце по этой программе, в принципе, более рассказывать тут нет никакого смысла, потому что другое я покажу еще кое-что в другой программе, например, преобразование GPT в MBR и наоборот. То есть есть другая программа вместо Acronis, я эту программку закрываю и открываю, что еще есть дополнительно в другой программе, потому что я не буду показывать тут все те же самые настройки, которые тут есть, но тут, в принципе, очень-очень похоже. Вот, например, разделить раздел, то есть можно, например, из одного раздела сделать два. То есть то, что мы уже делали. Вот, например, можно с второго моего диска сделать два раздела по 10 гигабайт. Нажимаю кнопочку OK. А вот, обратите внимание, у меня здесь появилось два раздела. Нажимаю кнопку применить и нажимаю кнопку перейти. Уверен, что начать хочу? Да, уверен, что хочу начать. Вот так вот из одного физического реального диска я сделал два раздела. Вот, обратите внимание, вот они у нас появились два раздела. Что здесь можно сделать еще, чего нельзя было делать в предыдущей программе? Во-первых, здесь есть функция переноса операционной системы с SSD или HDD. То есть в данном случае вы выбираете операционную систему, далее нажимаете кнопочку перенос. Эта программа внутри реаниматора не может сделать этот перенос, потому что она хочет перенести именно эту программу, которая сейчас установлена. Но если вы эту программу, допустим, запустили из вашей операционной системы, обычной из-под Windows, то вы прям ту операционку, на которой вы сейчас находитесь, вы можете ее уже перенести на SSD или на HDD. И там уже в зависимости от того, куда вы будете переносить, есть несколько настроек, которые ставите галочки, например, при переносе с HDD диск оптимизируется так, как это должно быть под SSD и переносится, соответственно, на SSD. Следующая функция мастер восстановления разделов. Классная функция, если вдруг вы удалили какой-то раздел, ну вот, допустим, был у вас раздел на 500 мег, вы его взяли и удалили, то есть вы сделали удаление раздела и сделали неразмеченный топ. Если вдруг у вас так произошло, вы выбираете диск, далее выбираете мастер восстановления раздела, выбираете этот самый диск, нажимаете далее, выбираете, что именно вы хотите найти. Чаще всего быстрый поиск помогает очень редко, когда нужен будет полный поиск, чтобы восстановить тот раздел, который ранее был удален. Нажимаете быстрый поиск, он находит вам все те разделы, которые вот здесь вот вверху, которые были ранее удалены. Вы прям можете его в списке выбрать этот раздел и его восстановить. Ничего сложного в этом нету, то есть программа сама найдет то, что было недавно удалено и то, что можно восстановить. Еще одна возможность уничтожить файлы, то есть если на вашем компьютере хранится что-то очень-очень важное, чтобы вы не хотели, чтобы это потом смогли восстановить с вашего диска, нажимаете кнопочку уничтожить файл, сюда выбираете, ложите тот файл, который вы хотите добавить, либо папку, можно добавить папку, можно добавить файл, можно целиком целый диск записать нулями. И вот здесь вот есть возможность несколько проходов сделать, то есть, например, записать нулями это самый простой способ, при этом способе иногда можно будет поднять еще некоторые файлы, которые были удалены, если вы сделаете вот такой вот, например, 7 проходов, то поднять оттуда уже практически ничего невозможно, ну и есть просто ужасный метод, когда 35 перепроходов делается, а перезапись одних и тех же секторов одними и теми же нулями, и уже тогда с этих секторов восстановить вообще, в принципе, ничего невозможно. Но вот эти вот 7,35 проходов я не рекомендую делать на SSD дисках, потому что у вас SSD диск так быстро помрет. То есть если у вас SSD, в принципе, случайные данные, один проход ставите, он забивает разными какими-то данными все ваши ячейки памяти, и потом, кроме этих вот самых разных данных, никто ничего не сможет восстановить, грубо говоря так. Здесь вы можете сделать быструю проверку поверхности диска. Вот эта функция, вот эта. Я ее запускать не буду, потому что у меня идет виртуальный диск, и эта проверка ни к чему не приведет. Если же вы думаете, что с вашим диском могут быть какие-то проблемы, у вас, например, могут быть медленные сектора, битые сектора, можете сделать эту проверку, чтобы проверить, все ли в порядке с вашим диском, и имеет ли смысл на него что-то ценное, важное сохранять. Потому что если диск битый, и там что-то не читается, то я бы туда ничего такого ценного, важного не сохранял. Следующая функция позволяет восстановить загрузчик. То есть, в принципе, это очень-очень классная функция, если у вас слетел загрузчик. То есть, вы включаете ваш компьютер, он начинает загружаться, но пишет вам сообщение, типа, загрузчик не найден, MBR не найден, ну это все на английском языке, не найден бутсектор, не найдено, с чего можно загрузиться. То есть, вот такие вот ошибки, которые указывают на то, что нету загрузчика, либо загрузчик поврежден. Вы выбираете, для какой операционной системы вы хотите создать загрузчик, и нажимаете кнопочку ОК. Он пересоздаст сам загрузчик, сам определит, где лежит ваша винда, и сам эту винду подставит. Если у вас несколько операционных систем, вам потом придется еще ручками другие операционки добавлять. Он выберет ту, которая у вас лежит на обычном нормальном системном диске. Еще здесь есть классная функция, которая называется Convert MBR и GPT. Он здесь предложит, вы уверены преобразовать выбранный диск из MBR в GPT-диск? Это я просто показываю для примера, потому что, например, вот этот диск, невозможно будет это сделать, вы увидите вот такую ошибку. Но, если вы, допустим, делаете установку операционной системы, и у вас операционная система как раз не ставится и пишет ошибку, что у вас якобы невозможно установить данные, то, соответственно, вот здесь сейчас я вам покажу, как это можно будет сделать. Вот так вот, дело не занято. Вот у вас есть диск, грубо говоря, он один, не разбитый на несколько разделов, то вы его можете в любой момент конвертнуть. Вот в данном случае он у меня находится в формате GPT. Я могу конвертнуть его в MBR для установки более старых операционных систем, либо при загрузке именно в MBR режиме. И наоборот, если у вас, например, базовый диск, он находится в MBR, вы хотите конвертнуть его в GPT, то, соответственно, если у вас один диск и он не разбитый, вы сможете это сделать даже без потери ваших данных. Но если у вас, например, здесь будет несколько разделов, вот как, например, здесь тут один раздел, второй раздел, третий и четвертый раздел, то есть если у вас будет тут четыре раздела, то он уже конвертнуть не может. То есть нужно будет уже удалять все эти данные, которые здесь есть, и только тогда вы сможете преобразовать этот раздел из GPT в MBR, или наоборот, из MBR в GPT. То есть тут вы уже теряете файлы, если у вас диск разбитый. Ну и если я, например, создам раздел сейчас здесь, нажму ОК, вот здесь вот все применю, перейти, да, ОК. Вот он у меня появился раздел, я его могу конвертировать. Обратите внимание, он у меня вот целый, там могут лежать файлы. Он один на один физический диск, я его могу спокойно конвертировать. Ну давайте сконвертирую его в MBR. Опять-таки нажимаю применить и нажимаю кнопочку перейти. Хотите, что уверен, начать? Да. То есть вот он мой диск, он теперь сконвертирован в MBR. Но не забывайте, что ни в коем случае системный диск нельзя конвертировать, даже если у вас там, например, один раздел, и вы тогда не теряете файлы. Системный раздел нельзя конвертировать, потому что если вы его сконвертируете, у вас операционная система не загрузится в следующий раз, потому что он был настроен под, например, GPT, а вы конвертнули его в MBR. Или наоборот, он у вас был настроен под MBR, а вы его конвертнули в GPT. То есть системные разделы нельзя без потери данных изменить. То есть если вы хотите изменить, удаляйте все разделы, то есть вы теряете на них все свои файлы, но вы спокойно можете переконвертировать, чтобы начать уже установку, чтобы у вас установка операционной системы пошла в том формате, в котором вы его планировали. Грубо говоря, так. Ну и диск-дефраг позволяет вам отдефрагментировать HDD, если вы, например, хотите его переразбить, если вы хотите его перенести, конвертировать и так далее. Почему нужно выполнять всегда дефрагментацию перед тем, как выполнять какие-то вещи с диском? Потому что, когда файлы валяются по всему диску, например, если вы захотите сделать, например, изменение размера этого диска, он вам может не давать это сделать, из-за того, что где-то какие-то части файлов будут валяться, например, в конце диска, и из-за этого вы не сможете изменить его размер. После выполнения, вот выбираете диск, нажимаете диск-дефраг, он вам включает дефрагментацию, вы выбираете, какой диск вы именно хотите отдефрагментировать. Все файлы переносятся в начале диска. Это важно только для HDD дисков, то есть для SSD дефрагментацию делать ни в коем случае не надо, потому что вы запорите, ну как не запорите себе диск, но уменьшите срок его службы. То есть делается дефрагментация только для HDD дисков. То есть в данном случае, в принципе, по всем функциям я вам практически показал, то есть здесь есть много чего интересного, чего не может обычная тулза Windows, в которой вы можете управлять дисками, там, например, нельзя конвертировать MPT в GPT, там нельзя сразу включить выравнивание разделов, там нельзя проверить раздел на ошибки, на битые сектора и так далее. То есть тут есть больше функционал, на самом деле ничего сложного в этих программах нет, каждую функцию вы можете прошарить сами, почитать, потому что здесь все понятно на русском языке, а читаете, я думаю, даже школьник может со всем этим разобраться, без каких-либо проблем, нужно просто вникнуть. И не так страшен черт, как его молюет, выполнять различные операции с диском вы можете свободно, ничего страшного с вашим компьютером не случится. Как вы видели, я уже сделал целую кучу различных операций, ну и чтобы вы понимали, что ничего страшного в том, что я делал нет для моей основной операционной системы, давайте я все-таки последний раз перегружусь в свою основную операционку, и мы посмотрим, как у нас все работает. Итак, как вы видите, основная операционная система загрузилась, давайте перейду в проводник, открою мой компьютер, видим, что у меня есть диск C, с которым я работал, у меня есть диск D на 20 гигабайт, это второй физический диск, у меня есть флешка, которая подключена, это E и том F, то есть все как было, все у меня так и осталось, ничего не изменилось, хотя я выполнил целую кучу различных операций, у меня все продолжает работать, главное, слушайте внимательно, что я рассказываю в этом видео, потому что есть некоторые нюансы, например, при изменении формата раздела, там, например, с MBR на GPT, у вас операционная система не будет загружаться, и вы не будете понимать, что же случилось, внимательно слушайте то, что я говорю, я не просто так это вам все рассказываю. Ну, как вы видите, все работает. Не забывайте, что на моем канале есть еще целая куча других интересных полезных видео, заходите, смотрите, возможно, что-то вам понравится. Если это дело понравилось, обязательно оставляйте комментарии, оставляйте лайки, скидывайте ссылки своим друзьям, это очень хорошо поможет каналу в развитии, ну, а я вам буду за это очень благодарен. На этом всем пока.